Да, привет, Вадим, слышно, видно, слушаю тебя. Спасибо большое, что времени уделили. Я хотел бы поговорить с вами вообще о моей работе и будущем в компании. Я немного волнуюсь, но надеюсь, что это не помешает вам меня понять. В общем, поправьте меня, если я не прав, но мне кажется, что вряд ли какие-то изменения в будущем произойдут в работе компании, потому что в целом, в принципе, все задачи у банков похожи и приложения тоже похожи. И поэтому разработка приложений для меня уже не настолько увлекательна, как раньше. Дело начинает превращаться, честно говоря, в рутину, и меня это совсем не радует. В общем, я придумал программу контроля личных финансов. Она ни в коем случае не конкурирует с вашим предложением, и если все получится, возможно, вы тоже будете ей пользоваться. Но чтобы создать это приложение, мне понадобится открыть свою фирму, зарегистрировать ООО, нанять сотрудников, арендовать офис, сделать сайт и найти клиентов. Проблема в том, что начинать нужно уже сейчас, и для этого нужно либо уйти из компании, либо снизить присутствие на 30%. Но уйти из компании я попросту не могу по двум причинам. Я на самом деле помню, что в договоре был пункт о запрете совместительства, но, на мой взгляд, это один из способов решения проблемы. Потому что если я уйду сейчас, то останется мой коллега, который может наделать ошибок без моего присмотра. Так бы я его за время разработки за ним бы приглядел. Также на открытие фирмы потребуются деньги на разработку, которых у меня, к сожалению, нет. Я хотел бы спросить у вас, возможно ли работать по совместительству? И запрет почему используется? Да, к черту запрет, мало ли, что мы в договоре написали. Конечно, возможно работать по совместительству. Я буду очень рад платить тебе еще больше денег, чтобы ты меньше работал в нашей компании, занимался своими делами. Мы всегда так делаем. Хорошо. Спасибо большое вам, что... Да, пожалуйста, Вадим. И в два раза, если надо больше увеличить зарплату, я, конечно, тоже не против, потому что... Ну, это здорово, что ты будешь свой проект делать. Ну, только мне придется снизить свое присутствие. Да, ничего страшного. Хоть в два раза зачем тебе здесь быть. Хорошо, спасибо большое. Даже дистанционно, наверное, приглядывать за этим чуваком. Да, да. Спасибо большое. Ты сможешь больше не приходить тогда, в принципе, на работу. По скайпу можно все делать, как сейчас. Ага. Ладно, хорошо. Ну, все, спасибо большое. Не за что. Пока.